Друзья, всем привет! На дворе 30 марта, понедельник, в нашей стране идет карантин и я, придерживаясь его правил, нахожусь исключительно на территории своего дома. Как и у всех, в доме у меня висит телевизор, из которого без конца с утра до вечера льется реклама. И одна из которых это реклама Почта-Банка с его интересным кредитным предложением. Гарантированная ставка от 7,9%. Главный герой рекламы, актер Сергей Гармаш, на всю страну рассказывает, что... А кредит в Почта-Банке для кого? Всего под 7,9% годовых с услугой гарантированная ставка. Хороший кредит никому не повредит. И в силу того, что я занимаюсь кредитами, мне стало действительно интересно, какие в реале будут условия, если обратиться в банк за потребительским кредитом, что он предложит. Именно этим я и занялся. Что из этого получилось, вы узнаете прямо сейчас. Присаживайтесь поудобнее. Этот сюжет действительно будет интересен вам, вашим близким, вашим дедушкам, бабушкам. В общем, всем тем, кто задумывается о получении кредита. И первое, что я сделал, это зашел на официальный сайт Почта-Банк и увидел, что ставка 7,9% действует на специальных условиях для ряда клиентов. Вам для этого нужно быть обязательно зарплатным клиентом, либо у вас должен быть активный вклад. В общем, должны быть соблюдены ряд условий. Только после этого вы можете рассчитывать на ставку 7,9%. Если у вас нет ничего, как в моем случае, я просто индивидуальный предприниматель, соответственно, моя ставка будет на 2 пункта выше. 9,9%. И то 9,9% на сегодняшний день для честного потреб кредита это действительно хорошо. Задача маркетинга и любой рекламы в целом заманить вас красивыми слоганами. И вот обратите внимание, какая красочная главная страница сайта. Фотографии, гармаш улыбается, семья сидит онлайн, подает заявку. Именно поэтому, когда речь идет о финансах, нужно всегда читать то, что написано мелким шрифтом. И читая все эти подобные условия, вопросов возникало все больше. Я подумал, зачем сидеть, гадать, когда есть телефон, по которому можно позвонить и проконсультироваться с сотрудником банка. Для этого я захожу на официальный сайт почта банка, ну и, собственно, телефон горячей линии, который я уже набираю. В общем, везде роботизация, позвонил я в отделение, сейчас мне стоит ожидать примерно 10 минут. Ребята, 10 минут, ну можно понять, сейчас все сидят на карантине, возможно, действительно, очень много звонков. Гарантированная ставка 7,9%. Что подумает любой человек, который ее видит? Что можно прийти в банк, подать заявление на 1 миллион рублей, и вы получите ставку 7,9%. Я сделал даже специально расчеты. 7,9% на 1 миллион на 60 месяцев, это 20 229 рублей в месяц. Переплата 213 тысяч рублей. Это шикарные условия. Даже если ты не клиент банка, у тебя поднимется ставка на 2%. То есть, ты будешь платить в месяц 21 198 рублей и переплата 271 тысяча на 5 лет, друзья. Все, кто брал кредит, поймут меня, что это, ну, просто шикарные условия. Поэтому будем дожидаться ответа специалиста. Я видел рекламу вашу по телевизору о том, что вы сейчас даете кредит под гарантированную ставку 7,9%. Вот, и я хотел спросить, на каких условиях, вот если я, допустим, хочу взять 1 миллион рублей на 5 лет, как это происходит и какие платежи, помимо процента, нужно еще будет заплатить? Ну, для этого вам необходимо подать заявление либо в мобильном приложении Почта Банк Онлайн, либо на сайте, либо при обращении в банк. То есть, вы заполняете все ваши данные, которые у вас запрашивают, да, для оформления. Вам банк выставляет процентную ставку. То есть, она идет от 11,9 до 19,9. То есть, это основная ваша процентная ставка. То есть, вы там запрашиваете сумму, срок, и вам как бы выставляют процентную ставку. При подключенной комиссии, прошу прощения, услуги гарантированная ставка, как бы там, получается, взимается комиссия в соответствии от срока. И вот здесь начинается самое интересное. Вот отсюда идет дополнительное условие за эту гарантированную ставку. Вы берете миллион рублей, сразу 9 тысяч рублей будет добр отдать за проценты. Это при условии того, что вам дадут ставку 11,9, 12,9. И вот так вот с ростом ставки по кредиту растет и процент, который сразу с вас снимут, когда вы будете получать кредит. То есть, вы попросите миллион, а вам, например, могут дать за минусом 70 тысяч рублей. И то есть, вы оплачиваете сначала кредитный договор как по основной процентной ставке. То есть, у вас не должно быть пропусков платежей, никаких задолженностей, никаких процентов. И то есть, после того, как вы выплачиваете, совершаете минимум 12 платежей, да, чтобы у вас было для получения этой гарантированной ставки. Потом у вас идет перерасчет от банка между двумя ставками. То есть, между вашей основной процентной ставкой и, то есть, ставкой по гарантированной. То есть, это либо 9,9, либо 7,9, если вы получаете зарплату, либо пенсию, да, в почте банки. И в процессе общения с сотрудником банка выясняется, что получить эту гарантированную ставку здесь и сейчас просто нереально. Как это будет работать? Вы подаете заявку на кредит. Вам скажут, вот тебе мы дадим кредит под 16%. Для того, чтобы ты получил вот эту гарантированную ставку, изначально ты должен весь срок кредита платить его исправно под 16%. Обязательные условия читайте на сайте, там 12 месяцев ты должен выплачивать. При этом, в течение этих 12 месяцев ты не должен нарушать ничего. Ты ни в коем случае не должен просрочить хоть один платеж. Таким образом, если ты его будешь выплачивать весь период, то есть, все 5 лет, или же закроешь его досрочно, вот только после этого ты имеешь право подать на перерасчет. И тебе скажут, сделают перерасчет под ставку 9,9 и вычтут эту разницу. 9,9 и минус 15%. То есть, 5% тебе должны будут вернуть на твой сберегательный счет. Но это будет не здесь и сейчас, это будет только лишь тогда, когда ты закроешь свой кредит. Несоответственно, вся разница после закрытия кредитного договора вам возвращается на сберегательный счет. То есть, приблизительно мы с вами можем рассчитать платеж и возврат комиссии, то есть, если будем хотя бы знать вашу процентную ставку от банка предодобренную. Но если, например, у вас будет менее 12 платежей, а вы захотите погасить досрочно, то возврата, получается, по гарантированной ставке не будет. То есть, как у вас будет 12 месяцев, то вы можете, например, подключить заявление, чтобы закрыть полностью. Если вы это не планируете, то вам необходимо на всем сроке кредитного договора оплачивать без просроченных задолженностей, без комиссий и пропущенных платежей. Ну и, конечно же, дополнительные финансовые услуги страхования жизни, финзащита. У этого продукта много имен. СМС-информирование. Уже по телефону сотрудник банка начинает рассказывать, что это очень важно. Не дай бог, что с вами случится. Ваш кредит сразу перейдет на всех ваших родственников. Финансовая защита. То есть, так как сумма большая и срок большой, рекомендую вам воспользоваться финансовой защитой. И также, например, если у вас будет комиссия за подключение пакета, все под контролем. То есть, там тоже так же может списаться у вас либо сразу же сумма, либо, например, там как по месяцам. Программа все под контролем. Это куда у вас входит СМС-информирование и дополнительные услуги, такие как пропуская платеж, меняя платеж. А финзащита – это обязательно или я могу отказаться и ее не буду включать? Ну, финансовая защита подключается по вашему усмотрению. То есть, последнее решение будет за вами. Но как сотрудник я вам рекомендую воспользоваться, так как ситуации бывают разные, да, и как бы сумма не маленькая у вас, если вы хотите оформить 1 миллион, как бы до 5 лет. На ставку процентную как-то влияет финзащита или есть, она нет, она на ставку никак не повлияет? Нет, то есть, она просто у вас рассчитывается как дополнительно вас обезопасить, чтобы, например, если что-то произойдет, чтобы как бы вот вся задолженность не переходила на ваших родных, близких и друзей, да, а как бы чтобы вот за это все была ответственная, то есть финансовая защита там компания. А как она переходит на родных, близких, если кредит я беру? Они же не будут вступать в наследство в мае. Нет, вопрос, например, если у вас не будет возможности оплачивать, да, и вот, например, там будет задолженность, то ответственность также переносится, например, на тех людей, которых вы указываете в договоре, то есть как бы может. Каких людей я указываю? Я в договоре никого не должен указывать, я же сам беру кредит, мне же больше 18 лет, соответственно, ответственность я несу полную сам. Вы указываете как дополнительное контактное лицо, по которому также, например, могут поступать звонки о том, что у вас там, например, там нет заплаты. И если со мной что-то случится, то лицо должно будет платить за мой кредит? Ну, как бы банк будет также звонить и требовать внесения оплаты, если, например, не будет возможности у вас, да, оплатить. А это на каком основании он будет требовать другого человека вообще? Это отдельная история для разговора, потому что на самом деле бреда она наговорила достаточно. В общем, друзья, будете получать кредит, вам и этого всего будут навязывать. Самое главное, не забывайте, я очень много рассказывал в своих роликах о том, что людям зачастую об этих услугах просто молчат. Никто ничего не говорит. Спокойно все происходит, вам что-то навешали, платеж вас показали, процентную ставку показали, а о том, что в теле кредита, это та сумма, которую вы берете в долг, уже содержится дополнительный финансовый продукт, вам никто не скажет. Вот вы мне скажите последний момент, я, значит, неправильно понял суть программы, что, допустим, если я хочу взять 1 миллион рублей на 5 лет, то при условии, что я, допустим, являюсь зарплатным клиентом, ставки у меня с первого дня просто 7,9 не будет. То есть я сначала плачу по другой ставке, только потом, когда я его закрою, там будут происходить перерасчеты. У вас будет перерасчет. Но сразу, но сразу с первого дня я не буду платить по ставке 7,9. Нет, нет, нет. Все, понял, спасибо большое, больше ничего не нужно, спасибо. То есть для тебя все это будет работать на перспективу. Вот ты сначала пару лет поплати, а только потом у тебя возможность будет получить твои же деньги, которые ты выплатишь им частично назад. Опять же, не забывайте про инфляцию, не забывайте о том, что все цены растут. По сути, то, что ты получишь потом обратно, это будут уже совсем другие деньги, не те деньги, которые ты тратишь здесь и сейчас. Изначально меня лично эта программа заинтересовала следующим. У меня есть текущий потребительский кредит под ставку 13,5. Это честный пустой кредит. Я подумал, ну есть и такие шикарные условия, даже 9,9. Я возьму там деньги, перекроюсь и тем самым я сэкономлю на платежах. То есть я действительно буду в выгоде своей. Но как показывает практика, ни в какой выгоде ты не окажешься. И я вам больше скажу с уверенностью на 101%. Если бы я подал заявку, то моя ставка была бы примерно 16%. На секундочку вам отмечу, что все люди, кто работают в крупных компаниях, ну даже не в крупных, у кого есть зарплатные карты, им в реале могут дать кредит под ставку 11-12%. Это действительно правда. Это будет честный кредит без каких страховых услуг. Мне понадобилось 20 минут времени на изучение сайта и общение с сотрудником банка. Для того, чтобы понять, что вся эта замечательная финансовая программа от почты банк с гарантированной ставкой, ничто иное, как отличный ход со стороны маркетингового отдела. Вы платите здесь и сейчас, а мы вам потом когда-то там вернем. Если вдруг все будет соблюдено, что будет завтра, никому не понятно. А с такими программами через 5 лет, ребята, поверьте мне, в нашей стране полно случаев, когда люди брали кредит на одних условиях, а в течение всего срока эти условия постоянно меняются стороны банка, постоянно растет процентная ставка. И когда они говорят, ну мы же брали на одних условиях, идут постоянные пререкания, споры. То есть для того, чтобы ты отстаивал свои права по платежу банка, тебе придется обращаться в суд. В общем, для тебя это будет целый дополнительный геморрой. Таким образом можно сделать выводы. С экранов мы слышим, гарантированная ставка 7,9%. В реале ты получишь ставку от 12 до 20%. В реале ты будешь еще отбиваться от дополнительных финансовых услуг, таких как страхование жизни, смс-информирование. Далее, ты обязан платить исправно кредит. Это само собой разумеется. Но тем не менее, не дай бог, что-то у тебя случится, сдвинется график, уже будет повод для того, чтобы тебе отказать в этой гарантированной ставке. И только после того, когда ты будешь закрывать кредит, у тебя останется право податься на перерасчет, и ты сможешь забрать свою разницу по процентам. Какая она будет, покажет лишь только время. Поэтому, друзья, вот так нас ловко вводят в заблуждение, рассказывая с экрана телевизора одни условия, а в реале вы получите совсем другие. Я надеюсь, этот сюжет для вас был полезен. В комментариях обязательно пишите, о какой финансовой программе, от какого банка сделать подобный сюжет. Времени достаточно, мы обязательно это сделаем. Подписывайтесь на инстаграм канала, там всегда выходят только свежие новости. Подписывайтесь на сам канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментариях, сидите дома, никуда не выходите. До новых встреч, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok